Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня в «Зеркале души» девушка-загадка. Немного позже я объясню, почему. Это оперная дива Елена Басенко. Елена Басенко – солистка Луганской областной филармонии, родом из Луганска, сейчас живет в Северодонецке. Окончила Институт культуры и искусств ЛНУ имени Тараса Шевченко. Замужем. Увлекается чтением, кулинарией. Лауреат международных конкурсов и фестивалей. Елена, здравствуйте. Когда я готовилась к этому интервью, столкнулась с такой проблемой, что в интернете о вас очень мало информации. Только официально. Почему так? Ну не знаю почему. Наверное, мало интервью. Нет, ну таких именно интервью мало. Но сегодня мы попытаемся эту проблему исправить. Елена, вот расскажите, с чего началось ваше знакомство с музыкой? Ну, как бы, не знаю, наверное, с телевизора. То есть я смотрела на певиц, которые поют. И говорила, я буду певицей. А почему? Меня спрашивали. Потому что у них красивые платья. Но я не собиралась, конечно. Ну, это в детстве, да? В детстве, да, да, да. Ну, вот потом, как бы, в 6 лет я выучила, помню, первую песню в лагере. Мне так понравилось. Я ее пела. Вот. В детстве еще так думала, а как они так вот этот звук тянут? Вот. Как-то так вот. Была у меня уже мысль тогда, я помню. Вот. Потом в 12 лет я попросила брата, чтобы он меня научил на гитаре что-то там. Он тоже поет. Он эстрадный певец, и он на гитаре. Вот. И в 12 лет я начала, так сказать, в лагере. И, да, и на встречах каких-то. То есть я всегда с гитарой была. А мне говорят, а может, вы будете учиться? Вот. Ну, а что надо этому учиться? Вот. То есть, как бы. Ну, а потом так вот мама тоже слушала такие оперные, вот по телевизору. Я говорю, мам, выключи, выключи это. Вам это не нравилось? Ну, как бы, как всем, наверное, сразу, да, особенно в детстве. А меня мама с папой и на органные концерты водили, и на оркестровые. Конечно, в детстве сложно высидеть, как любому ребенку. Вот. То есть не готовили так. А мама говорит, да вот ты, наверное, будешь так петь. Я говорю, ну, а потом начала я уже эстрадным вокалом заниматься в 10 классе официально, ходить на уроки. Вот. И начал пробиваться вот этот голос. Вот. Я так думаю, раз, ни с того ни с сего, как затяну. Ну, вот. Удивлялись сами. А мои родные, а ну еще, а ну еще затяни, а ну затяни. Я. А-а-а. И это. Ну, и как-то. И потом начал пробиваться, и я начала заниматься уже. Так. И потом попала к Джулиете Антоновне Якубович, народной артистке Украины. Вот. В Луганске. В педуниверситете. Вот. Проучилась там, магистратуру закончила. Ну, и в филармонию поступила. Работать, так сказать. Признаюсь честно, вот еще по телефону, когда мы с вами общались, меня обаял ваш голос. Ну, на сцене это само собой, но когда вот в жизни такой тембр. Поделитесь секретом. Спасибо. Как вы работаете в голосе? Да никак не работаю. Это, наверное, ну, природное. Еще и низкое, говорят, вот низкое. По его соку, а низкое-то тоже бывает. Вот. Ну, наверное, природный такой голос. Никак специально не работаю. То есть каких-то концертов, дома, распевок, такого нет? А вы имеете в виду разговорный голос? И разговорный, ну, естественно, это же все взаимосвязано. Не, ну, конечно, как бы разговорный я не работаю специально. Вот. И вообще не умею говорить. Лучше я, лучше пою. Со сцены я стараюсь не говорить особо. Вот. Ну, а над певческим голосом, конечно, это постоянная работа. Это работа на дыхание, это зарядка, это физическая такая форма поддерживается всегда. И постоянно вот резонаторы. То есть нужно всегда их разогревать, как вот, как скрипку, как инструмент любой. То есть вот распеваться обязательно. Без распевок я стараюсь вообще никогда не выходить на сцену. Ежедневно, ежедневно, да. Ну, когда, конечно, бывает. Ну, то есть соседям вашим повезло, я так думаю. Да, они имеют возможность ежедневно практически слушать вот концерты. Нет, нет. Дома только, может быть, на гитаре что-то я или тихонько. Дома никогда не пою. Хотя сегодня чуть-чуть распевалась. В основном в классе, потому что это очень громко. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Елена, а как ваша семья относится вот к вашей такой творческой работе? Семья ближайшая. Конечно, муж, к примеру. Ну, муж у меня тоже поет. То есть Игорь Новиков – это мой муж, с которым мы поем. Вот видите, то, о чем я говорила, очень мало информации. Поем дуэты, так сказать. То есть у вас такая творческая семья. Ну, спелись, скажем так. То есть тоже со студенческих лет мы начали в операх участвовать. Вот. Ну и спелись, так сказать. И с тех пор вместе. И с тех пор вместе, да. То есть очень нравится нам и отдельно петь, но очень нравится и дуэтом петь. То есть это тоже что-то такое интересное. То есть, наверное, дома уже тогда мой вопрос о домашних концертах сам собой как бы отпадает. То есть вдвоем распевки как-то веселей проходят, да? Ну да. Ну, особо да. Не распеваемся, но все равно. То дышим там, то на гитаре что-то там, допустим, мисеться на небе. И Игорь немножко на гитаре играет, и мы там вот первый-второй голос повторяем мисеться на небе. Ну, наверное, когда вот близкий человек рядом. Удобно, конечно. И понимаем друг друга, да, что вот нужно где-то там помолчать перед концертом, где-то там отдохнуть, где-то. То есть вот в этом плане очень взаимопонимание хорошее. И, наверное, когда близкий человек рядом на сцене, то это тоже какое-то спокойствие добавляет. Ну, кому как. Например, Игорь, он очень волнуется. Он меня в зале не может слушать, вот если это из-за сцены куда-то тоже уходит, чтобы меня особо не слушать. Говорит, я не могу тебя слушать. То есть он вот переживает вместе со мной, да, да. Ну, конечно, все равно, да, помогаем как-то другим. А вы можете его слушать? Я могу, да, но тоже переживаю. Тоже каждую ноту, даже в дуэте стою и внутри. Это не видно, но внутри я переживаю, как что. Вот, но интересно, когда вот мы в дуэте поем, вот уже бывали разные залы, бывали разные зрители, которые как-то могут и не очень слушать, или вот они там заняты на банкетах, например, бывало. Вот, то мы вот друг другу поем, и нам никто не нужен, то есть в этом очень поддержка. И потом уже, когда мы вот друг другу поем, уже и зал начинает вот как-то заставлять, наверное, да, 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 как-то вот обращать внимание. Песня. 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 В чём не девчим, а визу сливаем, а моза чуй, есть сердце и горе. В Северодонецк вместе с филармонией вы приехали из Луганска, вы луганчанка, да? Да, да, да. А вот как вы можете этот период вашего творчества охарактеризовать? Перед тем, как филармония ещё не организовалась здесь, его никак нельзя охарактеризовать этот период, то есть это около года, вот, честно говоря, я думала, что я уже буду менять профессию, то есть, ну, хотя я не представляю себя на другом месте, в другой профессии, вообще не представляю, вот, но думаю, ну а что? Ну так складывались обстоятельства. Да, как бы, то есть, ну, в другом городе по профессии работать очень сложно, да, найти, сейчас очень сложно, и много людей, много певиц, певцов, которые тоже ищут работу, то есть, ну, сложно, как бы, ну, я уже так задумывалась, вот, но я надеялась, молилась и, как бы, ну, надеялась, что вот меня не оставят, вот, и так, в принципе, и получилось, то есть, то есть, ниоткуда взялась филармония в Северодонецке, и, как бы, мы здесь и знали, и залы, и приезжали, то есть, как бы, родные места. Ну, то есть, сомнений у вас не было, когда вас позвали в Северодонецк, что это, возможно, маленький город? Ну, когда я услышала, что есть возможность, за несколько месяцев до того, как она открылась, я обрадовалась. Вот не было филармонии, вдруг она появилась здесь, никто не думал никогда, то есть, это как чудо произошло. Ну, вот, я надеюсь, что чудеса не будут заканчиваться, а дальше все-таки хотелось бы, поначалу, да, мы уже два года здесь, да, все равно хотелось бы приходить в свой зал, в свой, в свои классы, и что ты в любое время можешь прийти. Ну, а вот работа в Северодонецке, расскажите о ней немного подробнее. Ну, это продолжение той работы, которая в Луганске была, то есть, я с 2005 года работаю в филармонии Луганской, вот, то есть, вот я практически 12 лет уже будет, вот, ну, год вот этот потерянный, и пришлось потом восстанавливаться, конечно, вот, вот, ну, благодаря тому, что приняли, вот, училище, музыкальная школа, да, предоставили классы для занятий, вот, очень помогли, и руководство, да, помогало, вот, то есть, дальше продолжалось, и, вот, хочу отметить, что здесь у меня, как бы, стало больше времени заниматься именно голосом. В Луганске было больше концертов, больше, много детских концертов было, много по училищам, по техникум, в общем, везде разная публика, вот, а здесь я сосредоточилась именно на том, что я мечтала вот 10 лет позаниматься еще над своим голосом. Я знаю, что вы также занимались преподавательской деятельностью в Луганске, что тоже занимала, время отбирала. Вот сейчас вы продолжаете эту практику? Ну, сейчас нет, немножко иллюстраторский класс, то есть, я как пою, а студенты играют на фортепиано, то есть, вот, иллюстрирую, вот, а так нет, нет, не занимаюсь. Вас называют одной из первых и лучших учениц маэстра Курта Шмида. Вот, скажите, чем работа с Куртом для вас особенна? Ну, скажем так, не учениц, да, он искал всегда молодые таланты, то есть, еще вот в студенческие годы мы с ним познакомились буквально, как он приехал, да, он послушал меня, нас послушал, вот, и он искал и предложил в каком-то концерте поучаствовать. Вот, потом в Австрию пригласил поехать с оркестром же, вот, там впоследствии тоже помог с двумя мастер-классами, это Венская Академия Музыки, Ева Блахова, словацкая певица, и Франц Лукасовский, вот, то есть, мне повезло побыть на мастер-классах, вот, и ознакомиться с их культурой, вот, с немецким, с вот, там, языком, с опереттой, вот, как бы, то есть, много раз была в Австрии на гастролях, и вот, как вы знаете, даже... И в Японии тоже, а вот зритель, скажите, отличается чем-то заграничной от нашего? Ну, не знаю, сначала отличаются залы, акустика отличается, вот, в Вене и в Австрии. Замечательная акустика, то есть, это было без микрофонов, вот, здесь мы применяем микрофон, там было без микрофона, в Японии было две с половиной тысячи человек, зал огромный, без микрофона, то есть, сначала я немножко растерялась на репетиции, но потом услышала других, услышала себя, что голос оттуда возвращается, да, вот, и, то есть, начиная с залов, с удобства, со всего, и зритель, да, даже, очень хороший тоже, да. Ну, говорят, что вот японцы, ну, вообще, восточные люди, они немного сдержанные, чем наши славяне, вот. Да нет, я бы не сказала, потом они брали автографы, и так вот говорили, что-то... Мы их покорили, в общем, наверное, и там какие-то шары пускались, так все было красиво, апофеоз такой-то, то есть, ну, я бы не сказала, что чем-то отличается, вот, все, все такие эмоциональные все равно откликаются, даже, может быть, в чем-то наоборот, вот, они слышат, может быть, других, да, украинские мы там песни пели, и вот они еще больше откликались, особенно австрийцы, конечно. А вот скажите, с кем бы вам еще хотелось выступить? Или, возможно, где? Ну, вообще, у меня такая мечта, как-то вот по-акустическим, это в Киеве органный зал, есть костер. В костюле, да, очень красивый. Да, 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 там вот Ольга Бас-Истюк пела, я слышала ее на концерте, вот, и, конечно же, мне хотелось бы там, вот, попробовать почему-то, вот, эту акустику, вот, там бы спеть. Если более масштабно брать, какие страны вам интересны? Да, ну, как бы, любые, скажем так. Где есть зал, где есть зритель благодарный. Да, 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 то есть, как бы, вот, именно хочется работать дальше. А вот если говорить о композициях или, возможно, о ролях каких-то, вот, о партиях, да, что бы вам хотелось исполнить? Ну, Баттерфляй у меня любимая партия, вот, Верди много, Пучини, Тоско, вот, то есть, очень много классики. Вот, если взять классику, и много еще, вот, с фортепиано можно исполнить Шумана, циклы «Любовь и жизнь», «Женщины». Есть такой цикл на немецком языке, очень интересный, различные циклы, то есть, много такой камерной фортепианной музыки. Я с Петром маленьким счастливым и веселым и жертвым, я Петра люблю душу, он один владеет нею. Я, Петра, люблю душу, он один владеет нею. Я, Петра, люблю душу, он один владеет нею. А скажите, какую музыку вы слушаете вне работы, вот, в жизни? Ну, в общем-то, классику, да, ну, какую-то такую спокойную, гитарную, какую-то такую, может быть, восточную, спокойную такую, вот, голоса много не слушаю, некоторые только слушаю. То есть, в основном, мелодии, да? Да, да. А скажите, есть ли у вас в жизни вот время вне музыки? Какое-то время, которое вы посвящаете какому-то хобби, к примеру, или просто ради себя? Да, конечно, да. Ну, во-первых, я люблю гулять, не знаю, на природе, вот, в лесу просто гулять, вот, ходить, плавать. Восточные танцы я хожу в Луганске, ходила, здесь ходила, вот, то есть, книги люблю читать, готовить что-то такое. И что готовить? Ну, в детстве я вообще любила готовить что-то сладкое, торты, у меня были рецепты, как-то хотелось, видимо, и хотела на кулинарию поступать. Ну, и... Ну, музыка победила. Ну, и на юриста хотела, да, и в театральное, в общем-то, во многом. Вот, ну, да. Читать, ну, больше не художественную, больше какую-то такую философскую, какую-то такую литературу, не знаю, чтобы подумать. О смысле жизни, о вечном. О смысле, да, 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 вот, да, вот именно об этом, да. И люблю поговорить об этом. А вот, как вы считаете, что такое вдохновение? Вот, если вы сказали, что любите поговорить, а вот о таком, давайте о чем-нибудь таком поговорим. Да. Ну, это состояние, наверное, которое бывает не всегда, да, и в определенные моменты жизни, то есть, вот, просто-просто идет, а потом раз, и появляется вдохновение. Вот, ну, на сцене это, конечно же, вдохновение. Когда занимаешься сам, да, репетируешь на репетициях. Вот. А что за слово вдохновение само, что означает? А можно ли его как-то вот… Это, наверное, как какое-то божественное присутствие, я бы сказала, наверное. Вот. То есть, искусственно вызвать его вряд ли получится? А, почему? Ну, как бы, ты к этому готовишься. Вот именно приходишь, что там, за два часа, распиваешься, вот, настраиваешься. И, ну, оно появляется, когда ты выходишь только, вот, переступаешь пару сцен, и вот тогда оно появляется. Ты уже спокойно, и вот оно откуда-то берется. Елена, возможно, на нашу передачу будут смотреть девочки, которые тоже мечтают стать певицами. Вот, что бы вы им посоветовали? Ну, что посоветовать? Петь как можно чаще, когда вы хотите, когда вот приходит это вдохновение. Ну, и, наверное, что бы ни говорили вокруг, я имею в виду, если говорят не очень хорошие вещи, вот, то не обращать на это внимания, а как бы идти дальше по своему вдохновению. Вот, то есть, как-то вот немножко в себе, в себе быть и слушать свое сердце. Вот, потому что иногда сейчас как-то могут избить и сказать что-то не то. Хотя, наоборот, бывают такие люди, наоборот, тебя поддерживают, наоборот, говорят, вот, там, благодарность и спасибо, и что-то еще, вот, что понравилось. То есть, очень это тоже вдохновляет дальше работать. На этой вдохновленной ноте мы заканчиваем нашу программу. Напоминаю, дорогие зрители, дорогие друзья, что сегодня в «Зеркале души» была солистка Луганской областной филармонии Елена Басенко. Также с вами была Галина Горешняк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин